А теперь возвращаюсь к проблемам. Почему некоторые формы у нас постараются? Давайте найдем одинаковые формы. Одинаковые формы нашего трехстопного хорея. Белая ровнина, черная картина, полная ровна. Правда? Нет, похоже. Действительно, если мы постараемся взять все возможные комбинации, которые исчерпывают это, по-русски это действительно окажется прилагательным, но сложным, плюс существительным, но сложным. Очень честно. Понятно, о чем речь? Ну-ка, сами такие же примеры. Полная луна, белая ровнина, черная картина. Черная картина, хорошо, еще. Светлая заря. Заря, замечательно. Родные глаза. Родные глаза, получается. На первое слово прошло удостоверение. Бледная река. Пускай будет бледная. Мрачная нора. Мрачная нора. Мрачная нора. И так далее. И так далее. Я в самом начале говорил о бесконечности стиха. Потому что эта бесконечность, на самом деле, это не что-то абсолютно абстрактное. Это то, что мы с вами, как ни страшно, можем почувствовать. В отличие от математической бесконечности, не знаю как вы, я понятие математической бесконечности чувствую, только вот я его никак не чувствую. Я о нем знаю. А здесь. Представь себе, что мы с вами нашли все возможные прилагательные и существительные, которые подходят к этой схеме. Во всех сочетаниях. Вот как мы сейчас с вами. Мрачная нора. А еще? Умные глаза. Умные глаза. Умные глаза. Модная серьга. О, какая? Модная. Модная серьга. Красная. Красная. Все возможные. Вообще все. Что делать дальше? Иностранные слова. Конечно, дальше можно использовать иностранные слова. Кто нам мешает? Возьмите все слова. Из иностранных слов. Подходящие по другому динамству. В конце концов, хотя нашей жизни на это не хватит, мы вычерпаем их все. У нас сейчас хороший инструмент, для этого мы подключим компьютер. Он нам посчитает сколько возможностей. Но беда в том, что это не все. Все слова всех языков исчерпаны. Что делать дальше? Составлять свои слова. И делать свои слова. Делать свои слова. Делать свои слова. Составлять свои слова. Придумывать свои слова. Да? Понятно, о чем речь? Ну, все зависит от своей фантазии. Ну, конечно. Но фантазия у нас есть очень яркий случай. У нас здесь сидит 20 с лишним человеком. И у нас уже, я думаю, хватит фантазий. А если все вместе, весь мир вместе? Если весь мир вместе, то ставим себе. Нельзя в том, что люди рождаются в ногах. И заметьте, это мы подбирали с вами только к одной форме трехстопного хореи. Мы даже к другой сейчас не пытались подобраться. А кто сказал, что не может быть? У трех, у двухстопный хореи. У четырех, пяти, шести и так далее, и так далее, и так далее. Стопный хореи. Теоретически, это будет умный. До бесконечности. Поэтому не правят те, кто писал, что невозможен в восемнадцать и сто лет на февраль. Возможно. Запросто. Возможно. Я уж не говорю о том, что ямкам и хореям все не исчепываются. Правда? Мы можем двигаться дальше. Важно, что мы задаем. С самого начала. Вот здесь вверх. Запросто с самого начала трехстопных хореи. Неполучается. Стихотворение написано до трехстопных хореи в русской поэзии. В общем-то, по большому счету, несколько собственно. В иностранной поэзии. Немного. То есть это значит, что в реальности не исчерпана и какая-то десятая, сотая, тысячная доля тех вариантов, которые по-настоящему возможны. Вот. Но есть язык, конечно. А с этим надо считаться.